5 шагов, как перестать заикаться Формирование, стресс, устойчивость Александр Бани Итак, буквально Батюшка слова о себе Меня зовут Александр И с 6 лет я начал очень сильно заикаться Я потерялся на вокзале Очень сильно испугался В этот момент Мне было 6 лет, все в теле Скукожилось, сжалось, напряглось С этого момента, когда я потом Нашелся, я начал заикаться Потом мне как-то вот пытались Выливать испуг Возили по всяким бабушкам, знахаркам Нашептывали что-то Вливали какой-то воск Ну, ничего это не Помогало, естественно Потом был в школе логопед Потом еще Мы возили к какому-то там Кодировщику Вот И ничего это не сработало 24 года Я начал активно заниматься Сам Взял на себя ответственность Начал работать С обриханием Психологией Мышлением И буквально уже на четвертый день Да, активнейший На четвертый день Я уже почувствовал Что у меня есть уже улучшение Что идет Прогресса Через два месяца Я уже чувствовал Что прямо могу Везде со всеми Абсолютно нормально Общаться На работе С коллегами С девушками По телефону Везде я смог Уже нормально Общаться Я прямо почувствовал Что мне прямо необходимо Делиться этим опытом Я четко понимал Что Есть огромное количество людей Которые так же Как и я Всю жизнь Страдают от взыкания Из-за него Я вот например Не мог Очень много что Сделать Я себя очень плохо чувствовал Низкая самооценка Уверенность Я четко понял Что Таких же людей Как я С такой же Очень Сильный Проблем Большое количество И вот уже Одинцать лет Практически будет В августе Как я Вот делюсь этим опытом Преподаю Стал по ходу дела Еще психологом Обучался В Москве Практической психологии И это Как раз видео Обязательно Просмотрите Потому что Именно здесь Вы узнаете Что именно Нужно делать Как именно Вам эффективнее Всего Перестать заикаться Перестать нечесть Переживать И очень сильно Расширить Свои возможности И научиться Разговаривать Города Города Лучше И красиво Идем дальше Очень важно Вам Прямо Понять Что И даже Отследить Что Перед каждым Заиканием Перед каждой Ситуацией Где мы Будем заикаться У нас Как правило Будут очень сильные Эмоции У нас будут Чувства У меня Вот были Такие чувства Как Эмоции Страха Студа Чувства вины Злость Паник Тревога Я часто Прямо Боялся Часто Идвигал Какие-то Ситуации Как-то Меня И эти Чувства И эмоции Вместе С ними Еще возникали Ком в горле Либо Такую Судороги На лице Бывало Такое Что я Зарикался Так Что у меня Была боль В груди И в Животе Настолько Сильно Эти удары И спазмы Меня Так сказать Напрягали И били Меня же Самого Изнутри Судороги Напряжение В теле Нехватка Дыхания Одышка Как будто Все Встало В теле Все Что это Мне Очень Сильно Таком И Эти Чувства Эти эмоции Не очень Сильно Влияли И наверняка Влияют Сейчас На вас На ваше Поведение Эти чувства Испытывать Очень сильно Не хочется Эти чувства Они Очень Неприятны Они Нам Очень Сильно Не нравятся Нам Не хочется Испытать Это Страх Это Волнение Этот Стыд Этот Внутри И Они Вызывают То Что мы Начинаем Избегать Этих Ситуаций Где Мы Можем Зайкаться Где Про нас Будут Думать Я Начинал Часто Скрывался Зайкать У меня Хотелось Как-то Понравиться Людям Как-то Возвести Впечатление Я Думал Как Не Зайкаться Как Эти Слова Сказать Как Эти Букв Как Дышать И Вот Это Все Поведение Спровоцировано Этими Чувствами И Этими Эмоциями Напишите В комментариях Что из этого У вас Уже Есть И Мысли Мысли В голове Постоянно Эти мысли Что про Меня Подумает Как Меня Оценят Как Это Сказать Как Это Забетить Мысли О себе Что Я Не Такое Что Мысли 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 Которые Очень Сильно Портили И Я Думаю Что Сейчас Вам Жить Докумали Вам Что То Из Этого И Вот Эту Схемку Обязательно Для Себя Запомните Зафиксируйте Как В принципе У нас Появляется Заикание Как Правило Появляется Какое Стресс Волнение Либо Либо Из Близких Заикался Либо Еще Как То Многие Говорят Что Вот Оно Как Передается Типа По Наследству Может Как Немножко Особенности Нервной Системы Что Наверное Более Восприимчиво Более Нежно Но Я Думаю Что Основное Не В этом А То Что Наши Близкие Наши Родители Они Нам Передают Шаблоны Нашего Поведения Нашего Пышления Наши Установки В голове И у нас Из этих Событий Либо От людей Появляются Установки Вот эти Убеждения В нашей Голове Либо Мы Сами Откуда То Их Берем Выдумываем Слышим От наших Учителей Одноклассников Родителей Близких Мы Набираемся Напитываемся Как Убеждений Мысли И они Потом Эти Убеждения Дальше Я Их Вам Детителю Которые У нас Часто Убеждения Есть Они Нам Дают Эмоции Эти Переживания Эти Страх Стыд Волнение Нам Плохо И Эти Эмоции Уже Создают В свою Очередь Чувства В теле Эти Самые Напряжения Ком В горле Скованность Нехватка Дыхания Света И так Далее И у нас Есть Из-за Этого Поведения Из-за Этих Чувств Из-за Эмоции Эмоции Появляются И у нас Начинает Влиять На наше Поведение Мы Что-то Не Делаем Избегаем Переживаем Волнуемся Выбираем Работу Полегче Выбираем Не писать Сообщения Вернее Не звонить А выбираем Там Вот Надо Выбираем Пути Наименьшего Сопротивления Где мы Не будем Испытывать Этих Эмоций И вот Эти Постоянные Мысли В голове И все Это В таком Постоянном Цикле У нас Идут У нас Есть Убеждения У нас Есть Эмоции У нас Есть Чувства В теле Поведения Мысли И все Оно По кругу Друг друга Поддерживает Мысли Убеждения Эмоции И оно Раз за разом Друг друга Себя Вот это Поддерживает И цикл Он никак У нас Не Решается И какие У нас Есть Убеждения Вот У меня Были Убеждения Что Я Не Такой Как Все Я Ну Я Не Постоянный Я Плохой Глупый Заика Эти Слова Вот Эти Мысли Когда Я Заикался Я Четко Отследил Что У меня Возникало Чувство И Это Чувство Что Если Я Вот Так Вот Сейчас Сказать Не могу Я Вот Больным Себя Чувствую Я Там Не Такой Как Все Я Заика И Вот Это Само Определение Это Очень Неприятное Чувство И эмоции Вызывает Это Убеждение И мы И я Прямо Был Убежден Что Это Так И Есть Что Я Такой Но Таким Быть Нельзя Таким Быть Опасно Таким Нельзя Быть Если У вас Что То Такое Напишите Комендарь И Каждый Из На самом деле Убеждение Оно Служит Нам Для Выживания То Есть Вот Эти Все Чувства Эмоции Они Служат Нам Чтобы Мы Могли Выживать Но Они Созданы Были По Ошибке В Нашем Детстве Кто Что То Сказал Там Что Ты Сам Подумал Откуда То Они Созданы По Ошибке Просто Понимаете Если Раньше Мы Жили В первобытном Обществе В пещере Мы Жили В этом И Если Мы В этой Пещере Какому-то Нашему Соплеменнику Либо Вот Этому Этому Племени Мы Не Понравились Если То Тогда Нас Могли Выгнать Из Этого Племени Либо Убить На Наши Соплеменники И Действительно Раньше Если Я Вот Имел Такие Убеждения Если Я Действительно Себя Чувствую И На самом деле Больной Не Такой Как Все Неполноценные Плохой Глупый Заик Отличаться От Других Быть Не Таким Как Все Там Реально Было Опасно Потому Что Если Я В Пещерное Время Останусь Один Все Я Умру Либо Меня Съешь Какой-то Хищник И Я Не Смогу Добыть Один Еды Потому Что Все Охотились Тогда Вместе У Меня Не Будет Огня Очага И Так Далее То Я Один Умру Я Один И Выше Но Сейчас У Вас Есть В Телефоне Можно Тыкнуть Кнопочку И Вам Доставят Еду Можно Не Выходить Из Дома И Через Телефон Через Интернет Зарабатывать Деньги Которые Вы Также Поменяете На Еду На Все Что Вам Нужно Но Вот Эти Вот Установки Убеждения Тянутся От Пещерного Человека Вот Это Убеждение Обязательно Себе Запишите Зафиксируйте Чтобы Стать Магом Нужно Разрушить Мир Это Цитата Кастанет Мир В нашей Собственной Голове Нам Важно Увидеть Чудо У нас Есть Вот Эта Вот Ситуация С Нашими Мыслями С Нашими Убеждениями С Нашими Эмоциями Она Зациклена И Нам Нужно Разрушить Вот Эти В основном Мысли Убеждения Это Это Ключевая Проблема Это Здесь И Чтобы Нам Это Разрушить Нам Нужно Разрушить Этот Мир А Как Это Сделать Как Вы Думаете Напишите В комментариях Как Этот Мир Разрушить Что Нужно Сделать Нужно Чтобы Мы Увидели Что Это Возможно Нам Важно Что Чтобы Мы Увидели Что Мы Сами Прогрессируем Что Прогрессируют Другие Люди Именно Поэтому Для вас Сейчас Очень Полезно Вот Это Вот Видео Просматривать Потому Что Вы Сейчас Слушаете Человека Который Большую Часть Своей Жизни Там 6 До 24 Лет Очень Сильно Заикался Боялся Стеснялся Был Скован Было Огромное Количество Чувств Да Боли В теле Чудо В вашей Голове Происходит И нужно Что такое чудо Наверняка Такое Бывало Что Хоп И какой-то Инсайт Осознавание Я понял Вот оно Озарение Это Чудо В вашей Голее То есть Я думал Как-то Что Устроено Все Вот так А потом Бас Думаю Что Вот так И наверняка У нас У вас Возникают Порой Инсайты Переобучение Как Новые Цепочки В мозгу Выстраивается И нам Нужно Ряд Таких Цепочек У себя Новых Создать Вот Как Мы идем В эти Ситуации Мы идем В эти Чувства В эмоции И видим Что все Хорошо Что мы Живы Эти Чувства Эти Эмоции Они Направлены Нам Для того Что Мы Выживали Но Они Эти Так Сказать Чувства Эти Убеждения Они Ложные Более 90% Всех Наших Страхов Убедиться на самом деле В это Груди И смотрите Что такое Стрессоустойчивость Это Наша Устойчивость К волнению К внешнему Воздействию И вот Люди С заиканием Я Особенности Раньше Я был Очень Бояливый Я был Очень Скован Я был Очень Уверен В себе При общении Под этих Девушке Не мог Позвонить Не мог Спорить Отстоять Своё мнение Не мог На кого-то Накричать Вообще Никогда Не выражал Никогда Свою Агрессию Думал Что я Не такой Как все Неполноценный И так далее И у меня Была Очень Низкая Стрессоустойчивость И как же Она у нас Формируется Я для вас Подготовил Парочку Примеров Например Я кстати Тоже Особо Никогда Не дрался Не вступал В реальный Конфликт И для меня Например Если кто-то На меня На улице Какой-нибудь Хулиган Нападет Это вот Драка На улице Это прям Огромная Паника У нас Выделяется В этот Момент Когда ситуация Мало знакома Когда нам Очень Непривычно Когда мы Попадаем В ситуацию Какую-то новую И мозг Ее часто Индентифицирует Как бы Подсвечивает Что она опасна Потому что Она непонятна Чем более Непонятна Тем более Опасна Для нас И что у вас Получает У нас Очень сильная Волонение У нас Очень сильные Переживания И от них Нас может Сковывать тело Может просто Замирать Паника Мы можем Перестать Вообще Соображать То есть Мозг Переходит В какой-то Полный автопилот У нас Теряем сознание Но не в плане Что мы Выключились Хотя Может быть И такое Мы Теряем Самообладание Мы уже Не можем Нормально Адекватно Соображать И действовать Ну что же Будет Если Человек Например Как я Никогда В эти ситуации Особо не попадал Буду ходить На какие-нибудь Единоборство На бокс На карат Где у нас Будут Два-три раза В неделю Будут Спарринги То есть И через уже Два-три месяца Особенно через полгода Или два Еще через два-три Эта ситуация Станет Понятной Для нас Понимаете Чем стрессоустойчивость Больше Чем больше Понятно Да То есть Мы к ней Адаптируемся И мы Опять же Мозг понимает Все больше Чем больше Понятно Тем он больше Понимает Что Угроз нет Чем более Непонятно Тем он больше Перестраховывается Тем больше Нам Создаёт Волнение И Переживание И Мы Ходим В эту секцию И у нас Хоп-хоп-хоп Чем больше Мы как-то Понимаем Испытываем Это волнение Мозг видит Что Волнение есть Переживание есть Вроде бы Угроза есть Но на самом деле Ничего не происходит И С каждым разом Это чувство Будет падать 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 По Мере Привыкания Понимания Мозгом Что угрозы На самом деле Для нашей жизни Нет И ещё одна Очень Такая Знаете Доказательная История Когда-то Когда-то Вот уже Несколько веков Назад Были изобретены Пушки И они Думали А как же Мы их будем Перевозить Транспортировать Эти самые Пушки И Думаю Тогда Особых вариантов Не было Это были Лошади Но лошади Они При таких Вот Выстрелах При Боевых действиях Они просто Сходили с ума Они Паниковали Бежали Свежали Ими Вообще Было Невозможно Управлять То есть Потому что Был слишком Был Высокий Выброс Этих Гормонов Стресса От этого Самого Кортизола И Что же Было Сделано Что же Было Придумано Взяли Этих Самых Лошадей Закрыли В загон И Днем И ночью Днем И ночью Несколько Месяцев Постоянно Вокруг них Шумели Стреляли Взрывали И что Будет Дым Гам Выстрелы Пушки И так Дали И Что Вы думали Произошло Буквально Через Пару Месяцев Эти Кони Вообще Не Обращали Внимания На Эти Выстрелы Точно Так Как И Сейчас Некоторые Люди Военные Сначала При Выстреле При Что То Это Непонятно И мозг Воспринимает Каждое Новое Событие Как Опасное Пока Не Разберется Но Потом Человек Живет 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 Волнуется Волнуется А потом Как-то Уже Даже Некоторые Люди Мне Говорят Которые Вот Оттуда Говорят Что Без Этих Выстрелов Спать Не Спиться Не Спиться Понимаете Это Происходит Адаптация Адаптация К Этим Стрессом События Друзья Мои Я хочу Чтобы Вы Поняли Что Я Такой Жек Как И Абсолютно Такой Жек С Огромным Количеством Страхов Комплексов Переживаний Зажав То что я вам рассказываю Наверняка вы сейчас понимаете Что Ну как бы Обычный человек Который не пережил Этого Но он наверняка Не будет Понимать Как это В деталях Я прям это Пережил На своей шкуре Но Благодаря тому Что я Развил Себе Стрессоустойчивость Я уже Записал Более Четырехста Пятидесяти Видео На ютуб Это Более Миллиона Просмотров Вот в этой Узенькой Маленькой Тематике Заикания У меня было Четыре выступления На радио Одно На телевидении И это все Благодаря В основном Да Мы конечно И это Занятие Речи Но ключевое Это Стрессоустойчивость Что я могу Выдерживать Большое На меня Давление Большое На меня Какое-то Вот Это Вот Нагрузку Внимание Мнение Людей Если Они Даже Там Какие-то Неприятные Я могу Это Выдерживать Понимаете И вы Также Можете Сделать Что-то Подобное Вот У меня Есть Ученики Которые Начали Также Вести Ютуб Каналы Которые Делают Выступления Которые Выступают У себя На работе Ведут Какие-то Конференции Ведут Зумы Созвоны Ведут Прямые Эфиры Продают И Меняют Свои Работы И это Все Для вас Также Может Быть Возможно Если Вы Реально Включитесь В эту Работу По Формированию Стрессоустойчивости Итак Смотрите Первый шаг Для Стрессоустойчивости Очень Важно Чтобы Мы Замеряли Наши Показатели То есть Что Здесь Вот Такой Это Разные Таблички Здесь Еще Могу Несколько Сотен Предоставить Смотрите Здесь Мы Пишем Разные В первом Столбике Разные Ситуации Где Мы Разговариваем Например Дома По телефону С друзьями В магазине В компании Перед Аудиторией Выступление Голосовые Сообщения С незнакомыми Людьми Наедине С собой По Видео Звонку Еще Развищение Вот, наслаждаетесь этим процессом, и он вам нравится. То есть, очень важно зафиксировать. И вообще, вот, в принципе, я вам поделюсь еще своей вот мыслью. Я воспринимаю заикание, знаете, как некоторую территорию. Как вот, представьте себе карту, и там есть вот эта вот территория. И у вас есть сейчас такое, знаете, маленькое государство. Оно находится в вашей зоне, в зоне комфорта, где вы сейчас можете уже, уже сейчас нормально разговаривать. Это, например, практически все могут разговаривать одни. Кто-то может разговаривать со своими там, нормально, друзьями и знакомыми. То есть, это вот такая очень маленькая, узкая территория. Нам там и хорошо, но в то же время мы себя чувствуем в ней, как в некоторой тюрьме. То есть, в некоторой тюрьме мы там... И что нам там на самом деле плохо, что мы там очень сильно ограничены, у нас нет в ней вариаций, там нету свободы. Мы из этой маленькой нашего государства, мы не можем реализовать весь наш потенциал. Это вот меня, внутри меня раздирало, что я чувствовал, что я парень опытный, способный. У меня должен заниматься чем-то вот действительно важным и ценным для людей. Но из-за своего заикания, из-за своих там вот этих стрессов, переживаний, я этого делать не мог. И важно отвоевывать постепенно территорию, да? То есть, когда мы так все прописали, мы видим наглядно, что я могу, что я не могу, и как у меня... И важно потом постепенно работать над этим, чтобы эти показатели улучшать. Напишите себе, сделайте вот такую табличку, зафиксируйте. Сейчас ваши показатели. Все, что мы измеряем, оно у нас будет улучшаться. Это шаг номер один. И шаг номер два. Бочка с огурцами. Для вас будет очень классно, очень здорово попасть в такую, знаете, компанию единомышленников, людей, которые так же, как и вы, заикаются, которые нацелены на развитие, которые хотят вот это свое государство, свои возможности сильно расширить, научиться говорить. Красиво и уверенно во всех ситуациях. То есть, вот представьте себе, есть люди, такие же, как и вы, которые с такими же, как и у вас, переживаниями, стрессами, волнениями, и они вместе с вами работают над одной целью. Я здесь делюсь своим опытом, подсказываю, рассказываю, как надо делать упражнения, как надо разбираться со своими убеждениями, страхами, комплексами. Каждого человека слушаю, поддерживаю и направляю на, так сказать, путь правильный, что и как нужно делать. И для вас будет очень здорово, если вы найдете какое-то себе для себя подобное сообщество, подобное место, где... И здесь, понимаете, самое, знаете, важное, это, знаете, это называется групповая динамика. Как я сказал, до этого очень-очень важно, чтобы у нас было чудо, чтобы мы видели чудеса. И эти самые чудеса для нас крайне-крайне важны. Мы, как правило, не верим на самом деле, что мы сможем, либо что можем говорить нормально, что у нас получится. У нас мало в этом веры. Но когда вы попадаете в такую, такую среду, вы видите меня. То есть вы видите меня, как я разговариваю, принимаете какие-то приемы, наблюдения. Вы четко понимаете, что я такой же человек, как Ивыка, который уже достиг этой цели. Но самое главное, что вы видите других людей, которые вместе с вами начали в один день, и они начинают улучшаться. Вы видите, что они делают упражнения, они развиваются. И вы видите и у себя улучшения, и у других людей. И у вас все больше и больше вот этой веры. У вас старый ваш мир рушится, что вы какой-то больной, какой-то не такой. Вы на самом деле такой же человек, как и все остальные, просто запутались. Запутались в этих убеждениях, в этих чувствах, и в неправильных каких-то действиях, и в привычках, которые мы делаем, когда мы разговариваем. Именно поэтому крайне эффективно заниматься вот в подобном коллективе. Очень вам рекомендую такой коллектив найти. Например, наш. Третий этап подготовки речи. Формирование навыков по речи. Здесь очень важно поработать за дыханием. У нас из-за напряжения, из-за этих чувств и эмоций, при страхе, что наше тело делает? Оно сжимается. У нас и так как бы часто дыхания не хватает, а при волнении у нас вообще дыхание может вставать, либо напрягаться. Здесь нужно его развить, сделать дыхание более длинным, более выносливым, более плавным, и снять напряжение с тела, снять с него зажим. Навыки говорения сложных слов, сложный блок. Для тех людей, у которых это есть, здесь мы учимся говорить эти слова правильно, их проговаривать, проговаривать, чтобы оно никак, чтобы мы на них не ступорились, не делали ступоров, чтобы они были для нас легкими, добрыми и пушистыми, чтобы учимся здесь говорить. И одно из ключевых вещей – это речь по мысли. Это речь, по сути дела, без контроля, без контроля речи. То есть, когда мы только фокусируемся на нашей мысли, на наших идеях, и, как бы, знаете, отпускаем саму речь, а тело говорит само. Это уже такой вишенка на торт, когда вот сначала мы управляем речью, чтобы вот у нас была, знаете, как бы смелость. Смелость, если что, мы знали, что делать, если как, мы сможем взять такое ручное управление, а потом уже учимся говорить без контроля речи. Так намного эффективнее. И дальше, один из самых важнейших этапов – это психология и мышление. Это освобождение от тех самых чувств и эмоций и негативных самоопределений. Я не такой, как все. Я больной, я неболоценный, я плохой, я глупый, я заика, я тупой. Из-за этих самоопределений, из-за этих чувств, эмоций у нас, как правило, ничего не получается. Если с ними не поработать, они нам будут мешать. Они нас будут ускорять, они нас будут напрягать, мы будем паниковать. Очень часто история, что мы можем сделать одно занятие с каким-то человеком или с ребятами на курсе. И вот, например, кто-то не мог выступать, кто-то вот там сильно переживал. убираем одно из просто этих вот самоопределений, убеждений, и потом человек начинает говорить в этой же ситуации спокойно. А мы стараемся убрать по максимуму этих самоопределений, этих чувств, чтобы они нам не мешали в нашей жизни. Поэтому для вас это будет очень здорово. Напишите себе, какие из этих вот самоопределений негативных у вас есть, которые вас цепляют, с ними обязательно нужно работать. И самый ключевой этап. Вот эти все этапы, которые были предыдущие, четыре из них, эти этапы были, по сути дела, этапы подготовки. Мы готовились к формированию стресса, устойчивости в нашей реальной жизни. Здесь мы уже записываем голосовые, ходим по магазинам, общаемся с людьми, выступаем, записываем видео, ведем сторисы, прямые эфиры, делаем видео на YouTube. То есть мы начинаем делать то, что раньше не делали. Для нас этот стресс, он прямо необходим. Вот помните, да, то есть нашего вот этого бойца-боксера, да, то есть как бы вот для него необходим был стресс. Нам нужно адаптироваться к нему, чтобы мозг обучился, чтобы он понял, чтобы для него было понятно. Чем более понятно, тем меньше стресса, тем меньше волнения. То есть чтобы было понятно, что эти все ситуации для нас не опасны. И дело здесь не в том, чтобы там в этих ситуациях прямо отлично разговаривать. Здесь не должно быть такой цели. Нам нужно в эти ситуации просто идти и адаптироваться к этим эмоциям, к этим ситуациям. И мы постепенно, постепенно, постепенно уже меньше испытываем стресс, уже через там 5-6 раз мы сможем уже использовать наши какие-то советы. То есть сейчас некоторые из вас поняли, так, стрессоустойчивость, самая главная практика. Да, это так и есть. Но, если вы прямо сейчас побежите идти выступать, и подходить к девушкам, и подходить к людям на улице, если вы не подготовлены, если вы не подготовлены в плане речи, если у вас нету понятности в том, что вам нужно делать именно, когда вы разговариваете, понятности в том, как дышать, как мыслить, как говорить свои слова, у вас эти чувства, убеждения, вы, скорее всего, еще себе наломаете в дров, вы еще сильнее, возможно, очень часто будете заикаться, если вы начнете это делать без подготовки. Поэтому, друзья мои, сначала вот где-то месяц-полтора готовимся, занимаемся головой, чувствами, эмоциями, навыками поречь, и только потом уже идем в эти ситуации с сознанием делаясь, чтобы мы уже адаптированы, как те же самые лошади, как те же самые эти боксеры, да, то есть мы нужно адаптироваться, мы сначала адаптируемся вот здесь, вот здесь, мы здесь тоже для вас стресс, именно поэтому я собираю группы, потому что тоже здесь вы испытываете стресс, вы здесь разговариваете на публику, вы здесь скидываете в общий чат какие-то свои аудио, свои видео, и это тоже первые недели на две, это для вас огромный стресс, и тоже выход из зоны комфорта, но практически все, вот все люди через месяц уже здесь не нервничают и не волнуются, происходит адаптация, это ключевое, адаптация и стрессоустойчивость, а если вот просто есть очень большое количество людей, они еще какие-то техники поречь, сейчас я какую-то найду волшебную технику, буду читать там дома, либо дышать, вот, если вы одни, если вы не на людях, если вы не общаетесь, если вы просто подышали, если вы там просто почитали книжку, это будет практически бесполезно, это даст вам чуть-чуть такого-то улучшения, чуть-чуть, потому что у вас очень мало реального общения, у вас очень мало выхода из зоны комфорта, и так, стрессоустойчивость вам даст следующие плюшки, плюшки, бонусы, вы сможете звонить, вы сможете выступать, вы сможете общаться с незнакомыми людьми, вы сможете говорить любые слова-буквы, вы станете намного увереннее в себе, и я бы даже больше сказал, вы прям будете горды собой, что сделали это, что победили свои страхи, что победили свои там за пинки, что вы научились говорить красиво, уверенно и с желанием, с удовольствием. Друзья мои, я вам рад представить наш новый практикум стрессоустойчивость. Это будет именно практикум, потому что мы будем очень много практически работать, практически разговаривать с одной целью, это стрессоустойчивость. Под этим видео будет ссылочка на анкету предзаписи на данную программу. Я с каждым из вас свяжусь лично. Мы поставим себе целью для того, чтобы собрать такую команду единомышленников, человек 20, будет 20 мест, кто реально хочет измениться, кто реально хочет расширить свои возможности, кто реально хочет раскрыть свой потенциал, самых активных, самых позитивных людей я возьму в эту программу. Действительно, ваши возможности после этой программы расширятся. Если вы ее пройдете полностью, на 100%, вы будете увереннее большинства людей. Наверняка не все ваши знакомые могут выступать, не все ваши знакомые могут, не знаю, записывать видео, либо провести прямой эфир. Наверняка не все. А если вы поставите себе такую задачу, если вы сделаете ее для себя самой важной в своей жизни, то через пару месяцев такой активнейшей работы над стрессоустойчивостью, над адаптацией, над речью, над умением правильно, красиво разговаривать, вы научитесь большинству из этих вещей. Итак, мои друзья, действуйте. Ссылочка в описании, будет у нас всего лишь 20 мест на данную программу. Я вас жду, с каждым из вас я свяжусь лично. Обязательно оставьте свои правильные контакты, напишите туда свой WhatsApp, Telegram. Я сначала напишу, сначала с вами пообщаюсь, мы назначим время, и потом я с вами проведу интервью по видео. Я вас послушаю, я вас увижу, как вы разговариваете, какие у вас есть ошибки, скажу, вот это нам надо делать, вот это, вот это, вот это, и расскажу вам более подробно про нашу программу. Так что, друзья мои, действуйте, я буду рад с вами поработать и поддержать вас в этой проблеме с заиканием. На самом деле это всего лишь за... На самом деле это всего лишь задача, просто нужно выполнить эту вот работу, которую я вам здесь рассказал. До встречи, друзья мои, на нашем обучении. Редактор субтитров Корректор А.